Игумен Арсений Соколов Игумен Арсений Соколов Настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте Представитель Патриарха Московского и Всея Руси При Патриархе Антиохии и Всего Востока Доктор Богословия Тема моего доклада предполагает обзор как Ветхого, так и Нового Заветов Хотя готовность подтвердить, засвидетельствовать свою веру кровью и смертью Явление новозаветное, христианское Все же и в Ветхом Завете имеется один рассказ Повествующий о мученичестве до Христа Мученичестве за веру в единого Бога Этот рассказ содержится в неканонической Второй Маковейской книге Вторая Маковейская книга Греческая освободительная борьба иудеев под предводительством братьев Маккаби Маковеев, развернувшаяся в 60-е годы II до Рождества Христова века была борьбой за религиозную идентичность, за веру в единого Бога, за право жить по закону Божию Это была не только борьба с тотальным внешним эллинизаторством Антиоха IV Епифана но и борьба с внутренним эллинизаторством который проводила иудейская аристократия во главе с иерусалимскими первосвященниками стремившимися заставить свой народ жить, как прочие народы Восстание Маковеев вызвало гонение Жестокие показательные казни за соблюдение Моисеева закона и за отказ приносить жертвы языческим богам охватили всю Иудею Умершлялись по свидетельству первой Маковейской книги не только мужчины, но и женщины и дети Многие верующие предпочли принять мученическую смерть, но остаться верными закону Вторая Маковейская книга приводит примеры такого мученичества сначала в рассказе о старце-книжнике Элиазаре, затем о семи братьях и их матери О Элиазаре автор книги говорит, что он, цитирую предпочитая славную смерть опозоренной жизни, добровольно пошел на мучение Пример его мужества вдохновил и тех семерых братьев, мученичество которых описывается в седьмой главе Они повторяют слова, произнесенные перед смертью Элиазаром и говорят мучителям Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы Отцы церкви называют Элиазара и семерых братьев дохристианскими мучениками О почитании в средние века семи маковейских мучеников свидетельствуют многие храмы, освященные в их честь Можно задаться вопросом, откуда в ветхозаветном благочестии вдруг появляется феномен мученичества Ведь еврейский народ и до эпохи эллинизма не раз оказывался перед угрозой тотального истребления Древние войны с окрестными народами, нашествие ассирийцев и депортация, затем вавилонский плен, ассимиляция на просторах передней Азии В этой череде исторических катастроф не раз проявлялись отвага и готовность принять смерть в сражении Но с готовностью умереть за веру мы впервые встречаемся лишь в маковейских книгах Ответ следует искать в самих рассказах о маковейских мучениках, точнее в тех словах, которые влагает в их уста автор этого исторического повествования Надежда вечной жизни и вера в посмертное воздаяние – вот что звучит в этих словах Смутные предчувствия посмертного существования в канонических ветхозаветных книгах представлены лишь в неясных намеках Шиол, в который отправляются все умершие, мрачен и безрадостен, представляет собой лишь призрачную тень существования Отойду и не будет меня, обреченно вздыхает Давид, 38-й псалом Очи твои на меня и нет меня, редеет облако и уходит, так не шедший в преисподнюю не выйдет, изнемогает Иов Но самое потрясающее по своему скептицизму выражение никчемности и обреченности человеческой жизни мы находим в книге Экклесиаста «Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом» Только в одной из канонических книг, книге пророка Даниила, написанной примерно в то же время, что и маковейские книги, то есть в эпоху эллинизма Встречается ясное и четкое высказывание о воскресении из мертвых и о посмертном воздаянии «Многие спящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечное поругание и посрамление И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, навеки, навсегда» Только в эпоху эллинизма у евреев появляется ясное учение о воскресении, об эскатологическом суде и воздаянии Но даже во время земной жизни Спасителя эту веру разделяли еще далеко не все иудеи О чем в Евангелиях свидетельствует полемика Иисуса с саддукеями Однако в словах маковейских мучеников надежда вечной жизни уже тверда Вера в посмертное воздаяние непоколебима Старец Элиазар говорит «Если в настоящее время я и избавлюсь мучения от людей, но не избегну десницы всемогущего ни всей жизни, ни по смерти» Уверенность в воскресении звучит в словах юных маковейских мучеников «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной» Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит Один из братьев, которому отсекают язык и руки, высказывает убеждение, что в будущем опять получит их от Создателя Когда доходит очередь до самого младшего из братьев, тот говорит царю-мучителю «Братья наши, претерпев ныне краткое мучение, по завету Божию получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение» Благочестивая мать увещевает младшего сына и призывает его к бесстрашию перед лицом мучений «Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божьей, опять приобрела тебя с братьями твоими» После сыновей скончалась и мать Завершается рассказ о безымянных маковейских мучениках Вера в воскресение и вечную жизнь сделала их способными на такой подвиг Во географических произведениях Древней Церкви повествование маковейских мучеников часто использовалось в качестве образца для составления христианских мученических актов Теперь о мученичестве в Новом Завете Христианское мученичество – это свидетельство о Христе, как уже было сказано Именно так, как все мы знаем, переводится греческое слово «мартирия» Христиане – свидетели Христа Они свидетельствуют о Нем, погибающему миру, не только словом проповеди, но и всей своей жизни А если понадобится, то и своей смертью Последнее свидетельство, свидетельство смертью, самое красноречивое и самое действенное Именно поэтому Тертулиан воскликнул когда-то «Семене сангвис христианору» – «Кровь христиан есть семя» Видя, с каким торжеством христиане шли на смерть, язычники, современники Тертулиана убеждались в истинности христианской веры За ложь с такой радостью умирать невозможно Убеждались и сами становились христианами В житиях святых, в древних мученических актах часто говорится об этих обращениях язычников в христианство Христианское свидетельство смертью было для них самым убедительным свидетельством об истинной вере Самой доказательной ее апологии Христос умер за жизнь мира Сочетаясь к Христу в крещении, верующий, как пишет апостол Павел христианам Рима, погребается со Христом в смерть Только соединившись со Христом в смерти, можно соединиться с Ним в воскресении Погружение в воду при крещении и означает соединение со Христом в смерти, погребение с Ним, а выход из воды – воскресение с Ним Крещение – это радикальный ответ уверовавшего на призыв Христа последовать за Ним Разлучить христианина со Христом, с которым он соединился в крещении, может только грех Никакие внешние обстоятельства этого сделать не могут Кто отлучит нас от любви Божьей – скорбь или теснота, или гонения, или голод, или ногота, или опасность, или меч Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь Не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Послание к римлянам, 8 глава Зная, что Христос победил смерть, что смерть поглощена победой, христианин не страшится смерти А если это насильственная смерть за Христа, принимает ее как высший дар, как возможность уподобиться Господу Поэтому, соединившийся со Христом в крещении, всю свою оставшуюся жизнь носит в себе, как пишет Павел христианам Коринфа, его мертвость – некросис Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся Мы гонимы, но не оставлены Низлагаемы, но не погибаем Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей Второе послание к римлянам, 4 глава Это носимое христианином в себе Христова некросис дает верующему новое понимание жизни Крещеный, пишет протопресвитер Александр Шмеман, вступает в радикально новые отношения со всеми аспектами жизни и с самим миром Таинственно пребывая с умершим и воскресшим Христом, верующий посвящает всю свою жизнь ему, своему Господу И жизнь, и смерть христианина принадлежат Христу Христос добровольно умер за каждого человека Христианин – это тот, кто готов добровольно умереть за Христа Жизнь без Бога для христианина – это смерть А смерть со Христом и за Христа – подлинная, полноценная жизнь Ведь Христос победил смерть, и участие в этой победе даровано каждому, кто умер и воскрес со Христом в крещении Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего Пишет Павел Коринфянам О том же самом в его посланиях к Галатам и к филиппийцам Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня Послание к Галатам, 2 глава Для меня жизнь Христос, и смерть – приобретение Филиппийцам, 1 глава Это справедливо не только для апостола, но и для всех христиан Поэтому Павел пишет общине города Колоссы Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге Позвольте привести еще одну цитату из отца Александра Шмемана Отняв жало греха у смерти, уничтожив смерть как духовную реальность, наполнив ее собою, своей любовью и жизнью, Он, то есть Христос, превращает ее, бывшую самой реальностью отчуждения и извращения жизни, в сияющий и радостный переход, Пасху, в более насыщенную жизнь, в более крепкое единение, В более сильную любовь Конец цитаты Это из книги «Водой и духом» Вся жизнь христианина христоцентрична На все экзистенциальные вопросы и жизненные вызовы у него один ответ – Христос Земная жизнь перестала быть для него самоценной Поэтому, если христианин оказывается перед выбором – сохранить жизнь или остаться верным Христу, он не колеблется в этом выборе Без Христа для него бессмысленно все – и жизнь, и смерть Свою верность Христу Спасителю он выражает не только словом, проповедуя Христа распятого, но и всей своей жизнью, а если потребуется, то и смертью, принимаемой в радостной уверенности воскресений Каждый последователь Христа – его свидетель, то есть потенциальный мученик – Мартиус или Мартирус Русское слово «мученик» не является переводом греческого термина Древняя церковь, применяя к отдавшим жизнь за Христа наименование Мартиус или Мартирус, подчеркивала таким образом не то, что они страдают и мучаются, а то, что они этими страстями, муками и смертью свидетельствуют Сам Христос обещал своим ученикам, что они будут свидетельствовать о Нем собственной смертью Из Евангелия от Иоанна «Вы будете свидетельствовать, Мартиурейты, потому что вы сначала со Мною, сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, даже настанет время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» У Матфея, в эскатологической проповеди на Иллионской горе, Иисус говорит своим ученикам «Будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» У Марка и Луки, в параллельных местах, читаем, что все это будет происходить для свидетельства «Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства, Мартюрион, пред ними» «Возложат на вас руки и будут гнать, предавая в синагоги и темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое, будет же это вам для свидетельства, Мартюрион» Ученики Христа – свидетели о Нем в этом гибнущем мире Перед Своим воскресением воскресший Христос говорит ученикам «Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему» Мартюрес В книге «Деяния апостолов» апостолы многократно называются и сами себя называют свидетелями, а их проповедь иудеям и язычникам – свидетельством Они свидетельствуют о смерти Христовой и о Его воскресении По недостатку времени я не буду цитировать, здесь достаточно много текстов в книге «Деяний» Апостол Петр называет себя в первом своем послании, цитирую, «свидетелем страданий Христовых» Мартюстонту Христу Пафематон Также тексты «Деяний» первого Петра, первое послание Иоанна, первое, глава, четвертое, второе – Фессалоникийцам, второе – Тимофею Опираясь на новозаветные тексты, можно сказать, что проповедь и свидетельство, но только свидетельство не в юридическом, а в религиозном смысле, в апостольский век были синонимами Смерть свидетеля Христова – последнее подтверждение истинности его свидетельства О мартирии, как смерти за Христа, помимо процитированных выше евангельских мест, говорится в «Деяниях апостолов» и в «Откровении Иоанна» Павел, выступая в Синедрионе и рассказывая о своем обращении и призвании, 22 глава «Деяний», вспоминает о видении Христа, которое ему было в Иерусалиме, куда он возвратился после крещения в Антиохии Цитирую «Когда я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел выступление, экстасис, и увидел его, и он сказал мне «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, Мартирус Я там стоял, одобряя убиение его и стерег одежды побивавших его Павел называет здесь свидетелем первомученика Стефана Самого Павла Христос в этом же видении тоже посылает быть свидетелем, но не в Иерусалиме и не пред иудеями, как Стефана, а далеко среди язычников Из Нового Завета мы знаем, что вся жизнь Павла после этого видения была непрекращающимся свидетельством о Христе А церковное предание сообщает, что свидетельством Мартирией стала и его мученическая смерть в Риме во время царствования императора Нерона Неронова, или, возможно, Домицианова гонения на христиан запечатлено в откровении Апокалипсисе Иоанна Тема свидетельства в этой загадочной книге одна из ключевых Рамки доклада не позволяют коснуться всех аспектов Мартирии в Апокалипсисе Остановимся лишь на тех, которые связаны со смертью за Христа Так в письме Ангелу Пергамской Церкви, 2 глава, в частности, говорится «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа» В этих словах, по всей видимости, содержится намек на императорский культ, который процветал в Пергаме наряду с другими формами идолопоклонства Пергам был самым важным центром этого культа в Малой Азии Под престолом сатаны, скорее всего, подразумевается храм, посвященный римскому императору Христианская община Пергама испытывала на себе мощное давление со стороны своих сограждан В отказе христиан участвовать в культе обожествленных императоров усматривали нелояльность римской власти Исторические подробности пергамского гонения неизвестны Но из письма ангелу пергамской церкви видно, что большая часть христиан города устояла в этих гонениях И никто, за исключением Николаитов, не отрекся от веры Христовой Верующих не поколебала даже расправа над их епископом, священномучеником Антипой Которого, согласно его житию, бросили внутрь раскаленного медного быка за отказ принести жертвы идолам Антипа назван в апокалипсисе верным свидетелем Мартис Опистос, его мученическая смерть, только укрепила пергамскую общину А для внешних стала самым красноречивым свидетельством того, что истинным Господом является Христос, а не император В разделе о семи печатях, снимаемых Агнсом, говорится И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство Тен Мартюриен, которое они имели Это души христианских мучеников, подобно Антипе, умершленных за проповедь Слова Божия Это те, кто принял, как сказано в 12 главе апокалипсиса, царство Бога и власть Христа его Свидетели Христовы в своем мученическом подвиге уделились собственной кровью и победили сатану Как сказано в 12 главе той же, кровью Агнца и словом свидетельства своего Говорится в апокалипсисе и о двух особых свидетелях, 11 глава Которых за их свидетельство убьет зверь, выходящий из бездны, но которых Дух Божий вновь оживит Традиционная церковная экзегеза, в лице священномученика Ипполита Римского, Икумения и святителя Андрея Кисарийского Видит в этих двух свидетелях двух предтеч второго пришествия Христова, пророка Илью и Эноха Взятых в свое время живыми на небо и имеющих прийти в эсхатологические последние дни В смысле мученичества и исповедничества следует понимать и выражение свидетельства Иисусова Несколько раз использованное автором откровения Завершить свое выступление мне хотелось бы словами священномученика Игнатия Богоносца Почтенного старца, многолетнего главу антиохийской церкви, ученика апостола Иоанна Богослова Везут под арестом в Рим, где он будет брошен на растерзание львам В пути Игнатий пишет послание христианским общинам, в том числе послание к римлянам В котором умоляет римских христиан не хлопотать и не предпринимать ничего, что могло бы воспрепятствовать ему оказаться на арене со львами Он видит в предстоящем ученичестве возможность засвидетельствовать свою веру и подтвердить свое ученичество Он пишет Просите для меня внутренней и внешней силы, чтобы я не говорил только, но и желал, чтобы не назывался только христианином, но и был в самом деле Если я действительно окажусь им, то могу и называться им, и только тогда могу быть верным, когда мир не будет больше видеть меня Тогда я буду поистине учеником Христа, когда даже тело моего мир не будет видеть Теперь только начинаю быть учеником Библейское понимание мученичества как свидетельство характерно для христианских мучеников всех стран и всех поколений Спасибо Спасибо